Приветствую вас, Светлана, ну смотрите, здесь момент заключается в том, если мы про мнение непосредственно говорим, то здесь момент заключается в том, что вы в целом, на мой взгляд, генерировали достаточно незрелые отношения. То есть в целом у меня такое ощущение сложилось, что вы очень незрелые отношения, демонстрировали очень незрелые отношения, их как бы генерировали. И мне кажется, что именно незрелость вашего поведения, незрелость поведения мужчины и привело к такой вот крайне печальному результату. Потому что, ну по-другому на самом деле не могло быть, если мы говорим об исходе такого рода отношений. Потому что совершенно понятно, что в начале идет, значит, такая штука как идеализация, вот, партнера, начало. А вот, а дальше, потом идет такая штука как об исцеле, то есть если в начале партнера мы идеализируем, если в начале мы партнера, как-то вот, ну видим его, только его положительное качество, скажем так, вот. Вот, то потом мы более, а потом мы видим в нем только негативное качество, к сожалению, это вот, как бы, ну такая, типа как расплата, можно так сказать. Вот. Вот. Расплата именно, именно, вот, за эту самую идеализацию. Но идеализация сама по себе становится возможной только благодаря незрелости. То есть идеализирует, как правило, личности незрелые, вот. И у вас, к сожалению, этот процесс был достаточно долго, и у него есть свои основания, скажем так. То есть есть, есть, есть основания для идеализации партнера. Что такое основания для идеализации? Ну вот, в данном случае можно говорить, если, если мы говорим про идеализация, то в данном случае можно говорить о, допустим, о том, что вы на мужчину возлагали вот какие-то, да, какие-то, ну, свои надежды, да, то есть свои желания. Вот. А вот вы говорите, допустим, что, ну, к примеру, что вы ему, там, себя часто ныли, что вам тоскливо без него. Вот. Ну, у этого есть причина, у этого есть основания. То есть почему-то вам без него тоскливо, почему-то вам без него, вам без него очень тяжело. Вот. У этого есть причина, с этим причиной мне не разбираться, потому что, ну, как бы не всё, даже не всё так очевидно, не всё так просто. И вряд ли, вряд ли это куда-то делать. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, вряд ли это куда-то делать. Вот. Вы говорите о том, что, когда вы не понимаете, что происходит, то ведёте себя неадекватно. А тут же есть ощущение, что вы не доверяете себе, что ли. Есть ощущение, что вы, ну, как-то вот тревожитесь постоянно и боитесь постоянно. 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 Постоянно боитесь. Да, чего-то. Вот. Но, в целом, это, конечно, больше вопрос про то, что вы себе не доверяете этого. В целом, это больше про это, про недоверие себя всем. Вот. И опять же, да, как вы понимаете, у этого есть свои основания. То есть, я знаю, почему вы себе не доверяете, ну, почему вы, в целом, допустим, можете себе не доверять, с чем это связано. Вот. А, соответственно, на этот момент его нужно разбирать. Вот. А, дальше. Давайте сейчас, ну, я перечитаю ваш вопрос, да, и подробнее буду разбирать. Как это реально вернуть музея, если мы уже два с половиной месяца живем на разделе, он собирается переезжать в другой город, шить работу собирают некоторую мебель. Ну, понимаете, в краткосрочной перспективе, скорее всего нет. Потому что, мужчина решил, скорее всего он будет этого решения придерживаться, скорее всего он от него не откажется, скорее всего он будет его продвигать. То есть, суть для него, возможно, есть некая, такая, такая, принципиальная история, принципиальная достаточно история, принципиальная достаточно позиция. Вот. И, соответственно, ваше действие по попытке его удержать, ну, могут привести только лишь к тому, что он еще больше убедится в правильности своих, ну, своих действий, вот, правильности своего выбора и так далее. А вот в долгосрочной перспективе, если вы сохраните общение, если мужчина почувствует, что он, в принципе, может делать, что хочет, если мужчина почувствует, что он, в принципе, ну, может, ну, не знаю, может как-то быть свободным. Свободным, что ли. То, в таком случае у вас появляется шанс. Вот. Вот. У вас появляется шанс, ну, наладить, наладить с ним что-то. Ну, если у него остались к вам чувства, если у него остались к вам, ну, какие-то эмоции. Дальше, значит, я всячески его уговаривала и ругалась, я с ними опять уговаривала. Ну, выведет себя как такой, знаете, я бы сказал, что зависит партнер здесь больше. То есть это вот, ну, так выглядит, по большому счету. Так что выведет себя очень сильно как зависит партнер. Вот. Эта машина вы нуждают, не можете отпустить. И это, ну, может быть, достаточно проблематично, во-первых. Во-вторых, это может быть как раз так и тем, что и отталкивает человека от вас. Дальше. Да, когда я не понимаю, что происходит, веду себя не слишком адекватно, признаю. Ну, так с этим же нужно работать, то есть нет никакого, грубо говоря, смысла, никакой практической пользы в том, что вы признаете какие-то вещи, да, абсолютно. То есть нужно работать, работать нужно, ну, менять эту историю, понимаете, как раз так. Такая штука. Вот. И если вы, ну, действительно считаете, что у вас есть проблема, от того, что вы признаете что-то, проблема не решается и не меняется, к сожалению. Так, дальше. Что это значит неадекватно, ну, вы себя ведете, что это значит? И, ну, из-за чего, то есть, ну, с чем связано то, что вы себя ведете неадекватно. Вот. С чем это именно связано, вот, конкретно, с чем это связано. Мне кажется, это довольно важно, вот. Если вы хотите разобраться в себе, вот, мне кажется, это очень важно. На самом деле, если вы хотите разобраться в себе. Вот. Ну, ну, как бы, это вопрос к вам. Да, вопрос к вам. Что вы хотите, хотите. Дальше. Ну, опять же. Кажется, что вы будете не добираться в себе. Здесь. Мы сейчас ставим на разводе. Будем подавать заявление онлайн. Ну, смотрите. Опять же. Здесь и есть. Здесь момент. А мы. Кто мы? Если вы не хотите разводиться, к примеру, то вы можете не разводиться. Вам будет время на примирение. Я не очень, честно говоря, понимал логику, когда вы говорите, что, вот, разводиться я не хочу. Вот. Но при этом мы разводимся. То есть, тут вам нужна, наверное, четкая позиция. В первую очередь. Воя. Говорить, что хочет двигаться дальше, уже без меня. Ну, это, в принципе, его правило, это его выбор. Сейчас постаралась свести наше общение в более-менее доброжелательное русло и попросили прощения друг у друга. Ну, честно вам скажу, смельчает немного ваше, ну, ваше такое вот выражение. Более-менее доброжелательное русло. Да? Хочется спросить, а это как? Вот. Более-менее доброжелательное русло это как? Чем вам сложно это было сделать? То есть, почему вам сложно, ну, в доброжелательное русло свести ваше общение, опять-таки. То есть, чего вам хочется, грубо говоря, требовать от своего мужа пока еще, да? Что вы хотите требовать от него? И для чего вы хотите от него требовать? Ну, то есть, вот, это такой очень важный, на мой взгляд, момент. Ответственность за что вы перекладываете на него. Дальше, значит, попросили прощения друг у друга. Ну, опять же, надо прощения друг у друга без каких-то решений, конкретных решений. Ну, мало смысла. Мало смысла в подобных вещах. Очень мало смысла на самом деле. Ну да, ну попросили вы прощения. Хорошо. А дальше что? Ничего не изменится в вашем поведении, например, если вы просто попросите прощения. Наоборот, я бы сказал, что у вас имеется чувство вины. Оно, это чувство вины, редко, редко, когда бывает хорошим подспорьем для отношений. Если честно, то не бывает вообще. Дальше. Как вообще вести себя в таких ситуациях? Спокойно вести себя в таких ситуациях и разбираться в себе, в первую очередь. Потому что проблемы в отношениях, хотя следствия проблем внутри человека. У детей нет общенажитого имущества, тех тоже нет. Ну, это вы к чему. Любовь на тело была у нас просто неремная, даже мужество. Не могу поверить, что она могла так просто пройти. Могла. Могла. Она так и проходит. В браке два года. Первый год был незабываемый. Потом отношения потихоньку отходили в тупик. Убрали. Если людей ничего не связывают, кроме чувства, то они зайдут в тупик, естественно. То есть возникает вопрос о том, что между вами и вашим мужем, соответственно, общего. Такой вопрос. Что между вами общего? Что вас объединяет, что вас связывает друг с другом? Это вот очень важная история здесь. Потому что, как вы говорите, отношения зашли в тупик. Я легко могу это представить. Да, я легко могу представить, ну, почему отношения зашли в тупик. Легко могу представить это. Легко, очень легко. Но идея заключается в том, что как бы у этого есть причины. Это системные причины. То есть, повторяющаяся цикличная история. А вы, на мой взгляд, до сих пор не знаете, с чем она связана. Из-за чего она появилась. И так далее. Дальше. Я многое не осознавал и делал ошибки. Мы свои чувства не говорили мне, что его не устраивает. Пока в одно мгновение не произошло стора по моей вине. Ну, а вы знаете, здесь кажется, что вы свои чувства подавляли, чем больше, чем муж. То есть, ну, я не знаю, насколько подавлялся свои чувства ваш муж и подавлял ли. Но я знаю, что ссора не произошла бы по, как вы говорите, вашей вине, если бы вы свои чувства выражали. Это первое. Второе. Ссора не может быть по чьей-то вине. Да, вы, может быть, стали инициатором конфликта. Но муж ответил. Соответственно, ответственность здесь обоюдная. Но не по вашей вине. Вините вы себя только потому, что из-за этого вы потеряли своего мужа. А потерять его вы не хотите. Вы боитесь чего-то. Возможно, боитесь быть брошенной. Возможно, и получилось, что вы в нем нуждаетесь. И перспектива потерять то, что вы от него получали, ну, для вас не самое радостное. Меня что-то в себе, по вашим ощущениям, опять же, достаточно трудоемко. Дальше. За все я попросил муж прощения. Извинения не принял, но положительного исхода не принесло. Так, а с чего, с чего бы быть положительным исходом, если, как я и сказал, одного прощения мало. Мало одного прощения. Понимаете? Нужно еще, чтобы не только прощения было, а нужно еще, чтобы реальные изменения произошли. Именно реальные изменения. Именно реальный я. Ну, в вашем случае реальных изменений нет. Но, в крайней мере, я их не увидел. Вы говорите о прощении. Поэтому мало. Дальше. Так. Как же я периодически ему ныло, как мне без него таскали? Ну, это про самостоятельность, если вы говорите. Про самостоятельность, про принятие СССР, про умение находиться наедине с собой. Не ныне было этого делать, на руки сами тянулись ему написать. Ну, так опять я ничего хотел. Что значит? Руки сами тянулись. Я не думаю, что ваши руки живут в свою жизнь. Я думаю, что они тянулись, потому что вам чего-то хотелось. Вопрос в том, чего? Знаете, пока вы не разберетесь в себе, пока вы не изучите себя, пока вы не станете сами для себя более знакомы, сейчас вы производите впечатление в большей степени незнакомых для самого себя. Пока вы этого не сделаете, вы не сможете строить отношения. Вы наделаете в них еще больше ошибок. И самое главное здесь то, что вы сможете вернуть мужа, допустим, его вернет. Но если вы не изменитесь, то все опять идет в тупик. И если муж идет еще раз, тогда он уже совершенно точно не вернет. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это просто формировать фундамент. Фундамент взаимодействия между вами и мы, чтобы у вас было общего, чтобы у вас было больше общего. И вместе с тем, формировать свой собственный вектор поведения, свой собственный вектор движения, вне зависимости от того, будете вы с мужем или нет. А следующее, ну вот когда вы говорите, как как-то реально вернуть мужа, ну я это воспринимаю как то, что вы человеческую ценность и не сводите вот к чему-то такому вечному, материальному. Вот. Ну, человек это не вещь и не все это материально. И вам мужчина не принадлежит. Поэтому не возвращать его на это неверная постановка вопроса. Нужно понять, как эта ситуация произошла. Подкорректировать и поменять что-то в себе. И если у мужа остались чувства, он вернется. Но у него могло быть чувство не остаться. Потому что это могла быть просто страсть, которая прошла. И вам нужно быть к этому варианту готовы. Готовы. Потому что 50 на 50 того, что вы его вернете и того, что нет. В любом случае. Но, если вы не будете работать над собой, то 100% следующие ваши отношения будут неудачными. Не обязательно, что вы разведетесь так же. Но будут проблемные. Счастливы вы не будете. Вот и все, что я могу вам сказать. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. И вы найдете выход.